Здравствуйте! Это программа «Город Эсс» и я Елена Чернярская. По данным опроса общественного мнения, порядка 40% опрошенных самарцев проведут отпуск дома или на даче. Отдых в воде в разгаре лета – одно из любимейших развлечений горожан и не случайно. 4 километра волжских песчаных пляжей как магнитом притягивают отдыхающих. Немногие города, стоящие на Великой реке, могут похвастаться многочисленными зонами для летнего отдыха, что уж говорить о безопасных и оборудованных территориях релакса. Приятные исключения – пляжи Самары на Волге. Их много. Они стараются выделиться на фоне конкурентов, предлагают массу развлечений. Вот разберемся, где можно купаться в нашем красивом городе. Я представляю гостей в студии. Виктор Евгеньевич Нинашев, заместитель, руководитель управления благоустройства. Департамент городского хозяйства и экологии администрации городского округа Самара. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну что же, самарские пляжи открыты для населения. 15 июля, по-моему, да, стартовал официальный пляжный сезон. Есть пляжи официальные, это известно, есть нет. Скажите, пожалуйста, где купаться можно, а где нет и, главное, безопасно? Ну, в городском округе Самары у нас оборудуется, даже, ну, ежегодно в течение в этом году, 9 официальных пляжных зон. Из них 8 – это постоянные, и 9 – это временные на фестивальной поляне в Грушинской, на период проведения непосредственно Грушинского фестиваля и молодежного форума. Соответственно, 8 городских пляжей – это по всем очередям набережные реки Волги, в районе загородного парка, спуски на Советскую армию, в районе Барбошиной поляны, в районе санатория Можарский и в Краснолинском районе Краснолинский пляж. То есть это зоны рекреации, которые оформлены, как положено, по пляжам, то есть это администрация города имеется в соответствии с договоров доопользования. Данные территории оборудованы в соответствии с требованиями, предъявляемыми зонами рекреации, зонами отдыха. На них производится как постоянная очистка мусора, так и произведение других мероприятий, рекомендованных, требуемым Роспотребнадзором в части анализа состояния воды, состояния песка и уведомления об этом жителям. В том числе еще и оборудование, обеспечение работы спасательных служб. Скажите, пожалуйста, но ведь город Самара, мы сейчас говорим только за город Самара, не Самарская область, это же ведь не только река Волга, есть еще реки. А почему только на Волге оборудуют специализированные пляжи? Требования к самим возможностям оборудования пляжа, они очень жесткие. Это отсутствие в зоне близости пляжа, там расстояние бывает до километра, причальных конструкций, заборов воды, сбросов воды, иных мероприятий. Также требования предъявляются к самому наличию в форме рельефу дна. То есть здесь требований очень много, и не каждый водоем, в принципе, может им обеспечиться. И, исходя из этого, даже наш рельеф дна, который у нас на наших пляжах, он ежегодно меняется. Поэтому ежегодно у нас происходит обследование пред началом сезона водолазное, состоится карта дна, конкретное состояние глубин. И, исходя из этого, определяются места установки ограничительных буев, определение мест для купания лиц, не умеющих плавать, либо детей. То есть иногда, периодично бывает, что у нас смещаются эти зоны, в связи с тем, что благодаря каким течениям появляются промоины, и рельеф дна меняется. В части других водоемов, допустим, на озерах, то есть это выполнить практически невозможно, по берегу реки Самарки, Самары. То есть этих проблем очень много, то есть там наличие как причальных конструкций, так и сам рельеф дна, он не позволяет организовать действительно пляж в соответствии с требованиями, которые должны быть для пляжа. Ну, а то есть эта территория все равно ежегодно исследуется, да? Я имею в виду вот те на сегодня неофициальные пляжи. То есть это было, ну, к примеру, там пять лет назад. А вот, может быть, на сегодня ситуация изменилась? Как вы говорите, меняется ситуация на Волге. Может быть, и подойдут они под эти технические характеристики? С вопросом конструкций причальных и так далее, вольность в случае-то не меняется. А в части этих элементов, то есть ситуация действительно постоянно мониторится, изучается, но все-таки следует отметить, что в необорудованных местах купаться не рекомендуется, может, даже запрещено. И практически во всех местах, где люди привыкли использовать это как пляж, где это недопустимо, у нас выставлено соответствующие тендера, информация предупреждающая, что здесь купаться нельзя. То есть есть нормальные пляжи, безопасные, в которых есть спасатели, которые следят за работой, за безопасностью граждан. То есть это места специально для этого предназначены. Вы сказали об очистке дня и о водолазах. Так вот, водолазы очистили дно Волги от мусора, а техника разровняла песок. За ходом работы на Самарских пляжах наблюдала моя коллега Ксения Баканова. А мы давайте вместе с вами, уважаемые телезрители, вспомним, как это было в начале сезона. Водолазы ищут клады, только кладов им не надо. Александр Апарин в специальном костюме, ластах и маске чувствует себя, как рыба в воде. Сегодня достает сокровище со дна реки Волги. Трофеи разные, рассказывает мужчина, но их объединяет одно. Все они представляют угрозу для отдыхающих, а обеспечение комфорта и безопасности в приоритете. Чаще вот пластик, чаще всего, и камни крупные. Я не знаю, или это с берега кидали, или дом принесло откуда. Еще так больше. В основном вот такое вот. Секлянные бутылки битые, возможно. Но сейчас, по-кому говорю, вот в этом месте. Сейчас дальше пойдем, смотрим. Его товарищ по заплыву измеряет глубину водоема. Все данные фиксируются. На 15 сантиметров. 15 сантиметров. Да. Сейчас 20 сантиметров. 20 сантиметров. Это необходимо для дальнейшего формирования зон для купания детей и взрослых, которые не умеют плавать. Это зоны с глубиной не более 1 метра 20 сантиметров. Обязательно оформляется акт о выполненных объемах водолазных работ, в том числе с предоставлением информации о наличии или отсутствии выхода грунтовых вод, водоворотов, воронок и течения, превышающего 0,5 метра в секунду. Ну, у нас есть контрольные точки, на которых водолаз отходит на определенные расстояния. Примеряем по метражу, чтобы был более четкий рельеф прописан. Я как раз водолаза отправляю на ту конкретную точку. Через каждые 5 метров, вот он встает, мы видим, на какой глубине он стоит. То есть мы видим по шесту, на каком расстоянии от кромки воды, какая глубина. Такие виды работ необходимы и полезны, считают жители. Для улучшения экологии, для улучшения окружающей среды, для того, чтобы нам всем было комфортнее, уютнее и приятнее находиться на пляже, пользоваться тем, что нам дает природа, всеми этими возможностями. А тем временем на второй очереди набережной подрядчик уже приступил к работам по планировке пляжа. На разравнивание вот такого бархана уходит около пяти часов. В основном песок разравнивают механизированным способом. Он чистый. Предварительно его специально просеяли, избавили от крупных камней, а также мусора. Для комфорта отдыхающих его необходимо распределить как можно ровнее по всей территории. Напомним, что отгрузка с баржи традиционно началась с первой очереди Самарской набережной. Песок завозят с 24 мая, когда уровень воды в Волге снизился, преодолев отметку в 29 метров. С первым этапом разравниваем после зимы все намывные горы, сравниваем низины. После этого начинаем планировку песка, завезенного баржами. Самое сложное в этой работе – это людей в жару разгонять с пляжа, которые идут купаться, а тут мы. Ну, огораживаем периметр, просим деликатно подвинуться в сторонку право-лево. Ежегодно в Самаре купальному сезону приводят в порядок 9 официальных городских пляжей. В Красноглинском районе, в районе 1-й, 2-й, 4-й очередей набережной реки Волга, в районе спуска по улице Советской армии, Загородного парка, Барбошиной поляны, Санатория Можайский, а также пляж обустроят на Мустрюковских озерах, у фестивальной поляны на время проведения Грушинского фестиваля, который в этом году будет юбилейным. У нас в период весеннего половодия смывается практически все с нашей стороны. В среднем мы ежегодно завозим порядка 17,5 тысяч песка нашего же речного воздуха, который рассыпаем на пляже. На заключительном этапе подготовки пляжей подрядчик завезет специальное оборудование – теневые навесы, качели, зонты и многое другое. Общее количество – 1774 единицы. Каждый год стараются добавлять что-то новое, чтобы улучшить качество отдыха горожан. Оборудуют и пляжи для маломобильных граждан. Создание доступной среды – одно из приоритетных направлений деятельности. Были ли в этом году какие-то нюансы при подготовке пляжей? Нюансы были, потому что у нас слишком быстро наступила жара. Да. И поэтому требования по тому же самому завозу песка, у нас есть требования от Роспроднадзора и Рыбнадзора, что мы не имеем права завозить песок, пока уровень Волги не упал ниже 30 метров, 29 копейками. И получилось так, что жаркие дни уже наступили, а вода еще стоит высокой. Поэтому завоз песка, его планировка у нас осуществлялась, как только достигла уровень, максимально короткие, быстрые сроки. То есть обычно у нас этот процесс более-менее растягивается, когда планомерно вода после 9 мая падает. А здесь пришлось многим службам напрячься, да? Да, здесь у нас пришлось делать это в оперативном порядке, развозить посты, устанавливать. Потому что именно погодные условия, они реально вмешиваются. Но погодные условия и сама Волга – это тоже вещи, которые приходится оценивать и между ними варьировать. – Скажите, пожалуйста, что было сделано для удобства и комфорта жителей, ну и, конечно, в каком объеме? – Ну, как уже сказали, что ежегодно мы обновляем песок. В принципе, ежегодно мы высыпаем порядка 17,5-18 тысяч тонн песка на городские пляжи. Это делать необходимо, потому что наша сторона реки Волги, она подлежит вымыванию водой. Поэтому по весне, после схода воды, большая часть песка все-таки уходит. И песок мы завозим, наш же Волжский, мы это и здесь, разравниваем, готовим. Как сказали уже, производится водолазное обследование как перед началом, так и в процессе эксплуатации пляжей. Раз в 10 дней происходит водолазное обследование. Ну и для удобства граждан на городских пляжах установлено более 1700 единиц оборудования. Это лежаки, раздевалки. В этом году у нас появились навесы теневые из новых. – То есть каждый год какие-то новшества, да? – Да, мы стараемся, чтобы что-то обновлялось, улучшалось. Мы изучаем пожелания граждан, которые в процессе эксплуатации пляжа появляются. – Да, кстати, а какие пожелания высказывают граждане по поводу обустройства пляжей? – Ну, хотели, действительно, было ожидание наличия теневых навесов. То есть это навесы, которые на большой площади создают тень. То есть на примере там пляжей на море. Такого у нас раньше не было. Были в основном зонтики вокруг лавок. То есть в этом году мы их сделали. То есть, да, это территория, на которой можно не под солнцем пожариться, а полежать просто на песке и в тени. – Это еще больше привлечет людей на самарские пляжи? – Да, то есть обновили раздевалки, обновили сами лавки, которые появляются у нас навесами. Планируем там еще доделать детские площадки более современные, удобные. То есть постоянно мы изучаем предложения и по возможности реализуем, которые действительно адекватны и считаем, что они пригодятся нам. – Да. Ну, а чтобы не на словах, а на деле, вот установили ограничительные буйки, урны для мусора и деревянные раздевалки. Как обустроили городские пляжи для любителей летнего отдыха. В этом году, как мы сказали, уже появились новинки. Вот какие расскажет наш корреспондент Ксения Баканова. Самарские пляжи продолжают готовить к новому купальному сезону. Желающих позагорать пока маловато, поэтому лучи летнего солнца достаются рыжим буйкам. Целая армия выстроилась дружно в ряд. Ко дну они закрепляются при помощи троса и якоря. Такие поплавки определяют границы территории, где купаться безопасно для отдыхающих. А для водного транспорта это своеобразный знак. Заплывать за буйки строго запрещено. Территория для отдыха маломобильных граждан, доступный пляж преображается на глазах. Рабочие начали устанавливать урны для мусора. К настоящему времени также имеется настил для спуска к воде. В этом году без новинок не обошлось. Завезли обновленные деревянные кабины для переодевания. Внутри конструкции оснащены удобными поручнями и крючками для одежды. Меня полностью устраивает обустройство. Кабинки, крючки, место. Все устраивает. Набережная хороша. Чистенько почти каждый год привозят песок. Растолкали, весь мусор убрали. Я тут рядом живу, поэтому я уже это знаю. Нормально. Если отдыхать, то с комфортом. Для жителей также уже начали устанавливать новые теневые навесы двух размеров. Под ними можно будет спасаться от изнуряющей жары. Всего смонтируют 15 теневых навесов с тентами, включая зоны доступный пляж и пляжи на территории Кировского района. Не секрет, что не во всех пляжах имеется зона озеленения, где можно прижать в тени. И, соответственно, для тех граждан, которые не любят лежать на открытом солнце, либо предпочитают действительно принимать только воздушные ванны и не загорать, то они могут разместиться под этим навесом. Напомним, что ранее глава Самары Елена Лапушкина обозначила необходимость модернизации пляжей и поручила профильному городскому департаменту и МАУ Самарская набережная сформировать общую стилистическую концепцию для таких зон отдыха. С участием специалистов управления главного архитектора города было определено оформление для раздевалок, зонтов, навесов, лавочек. Согласно этому решению, подрядчик организовал работы по покраске имеющихся элементов благоустройства. По просьбе жителей города в местах, предназначенных для мытья ног, с этого года будут еще и поручни. Готовят и информационные щиты с защитным антимандальным покрытием. При условии благоприятной погоды с основным объемом работ по оборудованию пляжей планируют справиться к концу текущей недели. Приблизить пляжный сезон можно уже сейчас, любуясь красотами Волги, прогуливаясь по песку и отдыхая на набережной. Уже совсем скоро, с 10 июня, профессиональные спасатели будут наблюдать за отдыхающими. Было ли организовано водолазное обследование дна с очисткой акватории пляжей? Давайте вот об этом поподробнее. Ну, сразу после исхода воды по ободку, практически одновременно с авозом песка, были произведены все обследования водолазные всех пляжей. То есть задача водолазов была это обследовать водный объект с формированием карты рельефа дна, с выявлением под водой, соответственно, больших предметов, затонувших бревен, больших камней и удаление их с акватории в зоне пляжа. Соответственно, все это было выполнено. Определили по, соответственно, рельефу дна места расположения бойков ограничительных. То есть это показывает зону двухметровой глубины. Определили места также по этим картам для зоны купания лиц, не умеющих плавать. Это глубина 1,2 метра максимальная. Тоже, соответственно, выделили буйками. То есть данные работы, водолазные обследования дна проводятся каждую декаду. Ну а давайте поговорим еще о том, есть ли пляжи для маломобильных групп населения, либо на каждом пляже из девяти, да, вы сказали, есть пандусы, ну и как бы специальные средства. Ну, из девяти пляжей у нас зоны для купания лиц маломобильных, то есть с ограниченной возможностью организованы две зоны. То есть это деревянный настил с поручнями, позволяющим спуститься до уреза воды, в принципе, воды подняться, соответственно, в зону для их невозможного отдыха. И туалет приспособлен для работы с этим обслуживанием граждан. То есть это данные мероприятия сейчас планировали сделаны Департамент социальной поддержки администрации города. И в рамках пляжа они уже, который год эти два участка обеспечиваются. Следует отметить, что для того, чтобы обеспечивать дополнительное, в принципе, вопрос порабатывается, изучается, но кроме того, оборудование самого пляжа для инвалидов, нужна возможность их туда вообще попасть. То есть возможность спуска с набережной. В настоящее время те места, которые оборудованы, они позволяют как самой набережной нормально спуститься. Давайте поговорим о спасательных постах и о безопасности. Что было сделано нового в этом направлении? Ну и давайте, наверное, еще порассуждаем, что вообще традиционно делается для безопасности граждан в этом направлении, если мы сейчас говорим о службе спасения. Ну, на всех пляжах, ну, всего на пляжах у нас оборудованы 14 постов спасательных. Спасательных, спасателями работают представители освода, то есть люди, прошедшие обучение, знающие, как спасать людей, как оказывать первую медицинскую помощь. Все, соответственно, посты оборудованы, обеспечены необходимыми аптечками первой медицинской помощи. Работают спасатели, соответственно, рецепутка позволяет наблюдать за территорией пляжа, зоной ответственности, при необходимости вмешиваться в работу, то есть вмешиваться в отдых гражданам. Плюс в части обеспечения спасения лиц на пляжах оборудованы 84 стойки, так называемые, с концами Александрова, то есть это подручные средства для возможности вытягивания лиц граждан из воды. Да. Ну, вы сказали, что работают специалисты, а можете, если есть у вас такая информация, кто все-таки эти специалисты, на какие люди работают в службе спасения? Я бы что-то сказать не могу, именно конкретно, потому что непосредственно договор на размещение постов, дежурства спасателей у нас осуществляет управление гражданской защитой, то есть из года в год чаще всего этим участвуют представители освода, общество спасения на водах. Ну, то есть то, что люди компетентны и профессионалы своего дела, это совершенно точно. И у нас, кстати, тоже есть сюжет на эту тему. Давайте посмотрим. 18-летний Артем Щербенев работает спасателем первый сезон, но опыт имеется. Когда ему было 15, вытащил из воды тонущего подростка. Спасательный круг висел, вот, и не знал, если честно, как его кидать, сразу сообразил, просто взял, раскрутил, кинул спасательный круг. Слава Богу, повезло то, что сила у меня была большая, до него долетел спасательный круг, он схватился, подбежали уже сами спасатели, до него доплыли. С тех пор Артем, за плечами которого 11 лет занятий подводным плаванием, решил спасать людей профессионально. Вместе с будущими коллегами прошел специальную подготовку и теперь дежурит на городском пляже. Спасательные посты в Самаре выставили 10 июня. Всего в областном центре ежедневно выходят на дежурство на пляжах 44 спасателя. Все 14 постов оснащены необходимым оборудованием. Спасательные круги, спасательные жилеты, нагрудники, детские и взрослые, необходимые средства связи, средства громкоговорящей связи, что позволяет эффективно выполнять свои должностные обязанности спасателям. Официально купальный сезон в Самаре откроется 15 июня. К этому числу на пляжах установят необходимое оборудование – скамейки, навесы, урны. До 31 августа спасатели будут находиться на постах с 9 утра до 10 вечера, с 1 до 15 сентября с 9 и до 21 часа. Спасатели ведут наблюдение с вышки, регулярно обходят подконтрольную территорию, ведь помощь может понадобиться не только на воде, но и на суше. В случае необходимости вызывают бригаду медиков. Скажите, пожалуйста, с какой периодичностью берутся пробы воды в Волге и отвечают ли они всем санитарным нормам? Потому что, ну, согласитесь, конечно, это тоже немаловажный факт, который влияет на качество, в первую очередь, отдыха самарцев, поэтому хочется отдохнуть полноценно, чтобы потом, ну, как минимум, не болел живот. – Да, значит, у нас к нашим подрядчикам по содержанию пляжа требования по контролю состояния воды немного более жесткие, чем рекомендованы Роспотребнадзором. – Да. – Роспотребнадзор, обязательные требования – это раз в 10 дней изъятие проб воды на микробиологию. Мы же требуем производить это раз в неделю. То есть подрядчик у нас раз в 7 дней берет пробы, сдает их на анализы Роспотребнадзор, и по итогам анализов на пляжах выставляется уведомление, то есть выпускается вода Роспотребнадзор к купанию или нет. Настоящий момент, ну, последние две недели у нас действующие рекомендации Роспотребнадзора касаются исключения купания только пока на Советской Армии. – Ну что же, какие рекомендации вы можете озвучить при посещении пляжем самарцами? – Ну, прежде всего это быть ответственным, быть аккуратным к использованию пляжного оборудования. В этом году, правда, у нас таких фактов не было. В прошлом году были, что часть лавок разбирали под дрова, факты такие были. Все-таки это все было сделано для удобства граждан, и надо как бы не только для себя обеспечить комфорт, но и дать возможность потом и другим людям воспользоваться данными услугами пляжа. – Да. Администрация городского округа Самара делает все возможное, чтобы самарцам отдыхалось на самарских пляжах удобно, комфортно, безопасно. А это, согласитесь, дорогого стоит, поэтому нужно как минимум уважать чужой труд. Я благодарю вас за беседу, вам спасибо всем тем, кто был сегодня с нами, вы смотрели программу «Город С». Ну, а что же, если позволяет погода, нужно непременно идти отдыхать на набережную и на наши прекрасные самарские пляжи. Всего хорошего, до свидания. – До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!